Местные жители говорят, что город возник именно здесь не из-за нефти, но благодаря ей стал знаменитым древние путешественники. Считай, первые блогеры описывают храмы огнепоклонников и огонь, буквально вырывающийся из земли. И у меня ровно один день, чтобы познакомиться с огнями большого города. Мы в Баку, а я Рита Митрофанова. Чтобы узнать все самое важное о городе, достаточно приехать к нему в гости на один день. Именно так, один день и не больше. Ведь у нас нет времени на пустяки, которые сотрутся из памяти через день после возвращения домой. Только самое интересное и значимое. Я расскажу вам, как это сделать. Легко, за приемлемые деньги и без утомительной гонки. Ну вот, все как я люблю. С утра, да на 8 этажей вверх. Именно так я рекомендую начинать знакомство с Баку. С подъема на один из символов города. Девичью башню. Кстати, это совсем не тяжело, хоть и без лифта. Тут на каждом этаже своя мультимедийная экспозиция. Так что можно не напрягаться, что вас подпирают пыхтящие снизу туристы. После каждого пролета спокойно отдыхайте и изучайте историю города и самого древнего сооружения. Изучение обойдется вам в 8 монатов. То есть менее, чем 300 рублей. Эта красавица башня вполне могла бы участвовать в программе «Что, где и зачем». Никому доподлинно неизвестно, зачем ее здесь построили. Это на самой интересной версии вокруг название «Девичья башня». Самое реальное состоит в том, что ее, эту башню, эту крепость, никто никогда не брал приступом. То есть ее не взяли, она осталась девственной, невинной, как девушка. Много времени экскурсия не займет, а погружение в глубокую древность гарантировано. Историки до сих пор спорят, когда же «Девичья башня» была построена. Вроде бы до недавнего времени считалось, что в 12 веке. А после выяснилось, что нет, намного раньше. Башня – часть крепостной стены старого города Баку и Черешехер. Весь этот древний район – практически музей под открытым небом. Но при этом обитаемый, живой и открытый для посещения. Со стороны моря стены нет. Там сейчас широкий современный проспект. И вход совершенно свободный. А вот с других сторон старый город по-прежнему окружен эффектной каменной стеной. Шамахинские ворота раньше были единственным входом в город. Но поскольку у них еще есть одно название – парные ворота, то это не только вход, но и выход. Несмотря на древность и ворот, и города, сюда можно, заплатив, заехать. И, соответственно, выехать. А я так сразу вспоминаю про шамаханскую царицу. Ну, помните, наше все – Пушкин и сказка о золотом петушке. Там девица была не совсем уж сказочным персонажем. Шамаха – это реальный древний город в 120 километрах от Баку. И тут у меня для вас лайфхак. Не экономьте в Баку на транспорте. Это большая иллюзия, что расстояния тут такие, что все можно пройти пешком. Дело в том, что солнце изматывает, но просто в конец. И местные жители это хорошо знают. Поэтому тут есть замечательный сервис, которым я вам советую воспользоваться. Если вы вдруг устали от прогулок по древнему городу, вы всегда сможете себе облегчить жизнь, прокатившись на такой штуковине. 15 минут, 25 манатов. И вы можете мчаться с ветерком на электрокаре с водителем. Но ясное дело – это бизнес на туристах. Поэтому и цена такая. Зато каков аттракцион? Вообще Баку – город дорогой. Без шуток. Это признано официально. Так что приготовьтесь к тракам. А соблазнов тут много. Учитывая, что это, как говорили в нашем детстве, солнечный Азербайджан. Тут же сумасшедшие сладкие фрукты на каждом шагу. Обожаю вот что. Малина, клубника, оберкот. Черешня – это для меня просто смертельный номер. Почем? 10, манат, ведро. 10 ведро? Так какое это ведро? Это ведерко. Видали? 350 рублей. А тут и килограмма наверняка нет. Торговаться я явно не умею. Или бакинского торговца не переторгуешь. Ищтари, ух ты, ищтари, барауля. Купила черешенки. Ржалась. Сейчас помою. Очень хочется попробовать. Вкуснейшая штука. Вода питьевая. Черешня. Кормовая. Но не дырмовая. 10, манат достаточно дорого для такого количества черешни. На рынке наверняка это стоит дешевле. Но раз в центре города мы все это купили. Знаете, у меня есть своя технология. Лайфхак. Лайфхак из детства. Сейчас дырочку делаем тут. И она промывается. У меня всего один день в городе. Надеюсь, черешня не повредит моим путешествиям. А только поможет мне. Пойду дальше. А далеко идти не надо. Я как раз оказалась около главного в древнем Баку здания. Нет, это не дом с котиками. Хотя, конечно, кому что. Звери очень милые. Но самым примечательным зданием здесь все-таки считается правительственная резиденция. Это дворец Шерлан-Шахов. Древних правителей древнего государства. На территории которого располагался и располагается современный Азербайджан. Именно с этого места начинается история Баку как столицы. Люди здесь жили с 6 века до нашей эры. Так что Баку, точнее, это его часть, можно сказать, город античный. Уже в первом веке тут был крупный порт. В общем, дворец свой Шерлан-Шахи, то есть правители государства Шерлан, строили не на пустом месте. Внутри сейчас, разумеется, музей. Я очень советую сюда зайти. Работает он с 10 до 6. Билет стоит 3 маната. 100 рублей. С гидом вдвое дороже. Экскурсии тут качественные, подробные. Целые мероприятия часа на два с обходом всего дворцового хозяйства. Поэтому я пробегусь тут быстро, одна. Разные странные мысли приходят мне в голову. Мне кажется, что лучший друг женщины – это мужчина. А лучший друг мужчины – это конь. И это его экипировка. Два века дворец жил бурной жизнью. А потом опустел. И до 20 века только разрушался. Зато при советской власти уже в 20-х годах его восстановили. Сделали памятником архитектуры и музеям. И с тех пор берегли. Кстати, несмотря на то, что экспонаты тут очень древние, музейные технологии – самые, что ни на есть, модные и прогрессивные. Мне особенно нравится это суперсовременное панно, где показана неспешная и, похоже, счастливая жизнь обитателей дворца. Здесь люди, настоящие мужчины, занимаются соколиной охотой или даже воспитанием сокола. Здесь женщина, единственная на картине, занимается воспитанием ребенка. Остальные отдыхают. По-моему, этот играет. Здесь люди пищу принимают. Здесь они уже к десертам перешли, судя по всему. Еще особенно хотел бы отметить то, что деревья качаются. Ведь в древности Баку называли город ветров или удар ветра. И что не изображено на этой картине – это всего-навсего место для казни. И это уютное местечко мы обязательно увидим во дворе дворца. Всего тут 52 зала. Сразу веришь в восточные сказки, где во дворце Шаха вечно ходит какая-то масса народу. Многочисленные родственники, гаремы, евнуки, визири, странствующие дервиши, прислуга, повара. Мгновенно проникаешься вот этой всей атмосферой. И хочется что-то материальное на память оттащить. В хорошем смысле, разумеется. Музей познавательный, красивый, просторный, прохладный. Есть даже сувенирная лавка. Я себе лично выбрала гранат. А выдумали корону? Времени у меня немного. Надо выбрать, в какое еще из дворцовых зданий сходить. Так, я обещала показать место казни. Оно тоже тут было у Шахов под боком. Точнее, это очередная загадка древнего города. Для чего служило красивое восьмиугольное здание Диван Хане. То ли это был мавзолей, то ли зал совещаний, то ли тут проводились судебные заседания. Ну и чтобы два раза не вставать, тут же приводили приговор в исполнение. Одно из самых затейливых мест дворца. По ступеням, вот под эту решетку, спускался заключенный. Видимо, недобровольно. Потом он проходил вот этот путь, который я иду поверху. Иду, иду, иду. Там он проходил внизу. И отсюда показывалась его голова. И эта голова слушала, что скажут судьи, сидящие во всех этих гротах. Ну и если они говорили, что виновен, то все. Все. Голова с плеч катилась. Буду вовремя отскочить. Господи, прости. Что еще нужно для нормального функционирования дворца шахов? Просторный проветриваемый дом, мечеть, здание дворца и, конечно же, древние бани. Я вам их сейчас продемонстрирую. Ни дворец, ни весь Ичери Шехер не могли существовать без пресной воды. Здесь были и источники, и колодцы, и резервуары. Ну и бани, разумеется. Непривычного нам, правда, вида. Вот они, древние бани. Это культовые сооружения. Люди думали о своей чистоплотности, о внешнем виде. Древний водопровод и переодевалка. Хотя, боюсь, что ходили в простынях бездельно. Ну что, надо бы уже и выбираться из дворца Шерваншахов. В принципе, я за час успела посмотреть в нем самые интересные, на мой взгляд, вещи. И могу двигаться дальше, на том же электрокаре. Невероятно, но факт, некоторые здания на территории этого древнейшего города жилы. Вот здесь баня, очень старая баня. И один пятница день женский, другой день. Очень старая баня. Черт побери! Черт побери! И тоже ресторан «Бриллиантовая рука». Ну что, падаем? Будем падать вместе? Падаю еще вместе. Я думаю, здесь так чисто, что... Это программа «Один день в городе». Надо все успеть, но вот здесь посидеть одно удовольствие. Связь с историей кинематографа. Очевидно. Ой, еще товарищ упал. Черт побери! Давай, так надо подскользнуться. Ай! Тоже? Водитель по имени Гамлет мне попался кинематографически подкованный. Хотя что тут удивляться? Все эти культовые фильмы снимались, конечно, если не на его глазах, то на глазах его родителей. Это уж точно. Вы знаете, человек-амфибия? Да. Да, и вот здесь снимали просто искусственные бассейны. А, я поняла. Вот здесь делали бассейн? Да. Все искусственные. И вокруг эти дома были. Там было... А как же слово «кавальера»? Лезь в воду, жаба. Люди поколениями живут в своих домах в старом городе. И если внешне эти здания выглядят очень старыми, внутри там вполне современные квартиры с горячей водой и кондиционерами. Гамлет звал в гости, обещал показать все удобства. Но у меня всего один день. В следующий раз непременно на уикенд приеду. А, Люлю, вот тут. Давай быстро, секунду. Давай, цигель-цигель. Вот тут? Вот здесь. Вот здесь? Ну-ка. Цигель-цигель. А, Люлю? А, Люлю-лю-лю-лю-лю-лю. Цигель-цигель. А, Люлю. Класс. Я тебя очень люблю. Конечно, это тоже место, известное по фильму «Бриллиантовая рука». А вы что подумали? Кстати, девушки, имейте в виду, мужское внимание довольно деликатное, в Баку норма. И даже если вы гуляете одна, вам здесь ничего не грозит. Хоть конкурс «Мисс Мокрая Майка» проводите. Чувствую себя практически десантником. Восхитительное ощущение. Холодная вода во время жаркого дня. Это знаменитая Бакинская площадь фонтанов. Я сюда пришла днем. И я здесь один день в городе, в Баку. Но вообще самое интересное здесь начинается вечером, когда здесь собирается молодежная часть Баку. Все тусуются, слушают музыку, ходят в кафе. Кстати, я бы тоже зашла в какое-нибудь кафе, но выпила бы я не кофе, а знаменитого азербайджанского чая. В основном тут сетевые и концептуальные заведения. Но неподалеку от главной торговой улицы, которая так и называется, где я ничего выдающегося не присмотрела, полно старых улочек с национальными кафе. И это мне куда больше по душе. Самое время быстро пообедать. О! Сони. Вот такой незатейливый у меня бизнес-ланч. Хотя какой тут бизнес? Одно наслаждение. И вкуснота нереальная. Но лучше такие вещи есть днем. Потому что вечером это все откладывается. Углеводы, так сказать. Очень вкусно. Бездружевое тесто. Чуть-чуть мяса. Ну а второй кутаб с зеленью. Настоящее достояние республики. Азербайджан. И кофе тоже. От всей души. И чай, и кофе, и сахар, и кутабы. Что в моей душе угодно. Теперь, пожалуй, можно и продолжить прогулку. Но хотелось бы что-нибудь прикупить из сувениров. Правда, нестерпимый блеск восточной роскоши меня отпугивает. Беспроигрышный вариант – совершить поход. После дам всех туристов на местный рынок. Но куда я потом с кульками-то? Да и таскаться по жаре. Ради того, чтобы привезти что-то съестное домой, нет желания. А без шоппинга никак нельзя. Куплю что-нибудь аутентичное и одновременно полезное. Вот, обуви много не бывает. Вечером иду в ресторан. Нужно как-то шлепки переодеть, что-то найти себе подходящее. А вот чем мне нарядная обувь? Надо только с цветом разобраться. Красные слишком обязывают. Красные слишком обязывают. Серые – это слишком этнические. Хотя… О, без задника. Один, второй. Могу попробовать. И хотя вот эти вроде ничего. Тоже такие стилистичные. Пойду платить. Выберу, какие эти или эти. Приводнюсь, так сказать. Когда речь идет о южных городах, я всегда жалею, что обычаи устраивать сиесту есть не везде. Но поскольку в режиме «один день в городе» отлеживаться слишком расточительно, я выбираю на это жаркое время места для посещения, где, по крайней мере, прохладно. Я так прикинула. У меня есть два варианта. Один поближе, другой подальше. Поеду по бакинским пробкам, сюда точно не вернусь. Да и там времени мало останется. Поэтому уж лучше как-нибудь 300 метров до ближайшего объекта дойду пешком. Одно из самых интересных зданий и архитектурных решений – это музей ковра. Он сделан в виде рулона коврового, соответственно. Вот что бывает, когда совпадает и форма, и содержание. Бывает красота и гармония. Почему в Баку возник музей ковра? И почему сюда надо обязательно зайти? Азербайджанское ковроткачество – древнейшее ремесло. И уже в средние века местные ковры славились по всей Европе. Более того, искусство их создания входит в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. В Бакинском музее ковра три этажа и 14 тысяч экспонатов. Я обошла эти этажи. Здесь прохладно, просторно, красиво. Но так устала, что мне даже дали скамеечку посидеть, служительницы музея. Что хотелось сказать о коврах? К ним мы относились всегда по-разному. Это считалось либо признаком богатства, либо признаком мещанства. Но посетив всю, проверив экспозицию музея, я поняла, что это реальное произведение искусства. На самом деле в Азербайджане ковры ткало большинство жителей, и мужчины в том числе. Но понятно, где искусство, там они лавры женщинам не уступят. Кстати, и создатель музея – мужчина, мастер и ученый Лятив Керимов. Но оценить, каково это – работать на ткацком станке, можно все-таки в женской компании. О, ух ты! Я вооружилась очками, чтобы лучше видеть, и крючками, чтобы лучше ткать ковер. А Гальхар Ханум сейчас мне покажет, ну и, по возможности, расскажет, как ткать ковер. Ужасно кропотливое занятие. Я не умею с такой скоростью сучить руками. Я заплачу! Ой, ужас. Теперь я буду лучше к коврам относиться, ценить. Можно я просто намотаю? Ну нет, я, наверное, все же посмотрю. Ты знаешь, у меня же голова закружилась. А резать-то где? И тут? Слушай, а острый какой. Между прочим, в Азербайджане из 11 возможных климатических поясов присутствует 9. И из 7 возможных ковровых школ все 7 присутствуют. Ну что, и время, и силы еще есть. Отправлюсь я, пожалуй, еще к одному из уникальнейших сооружений Баку. Внутрь я точно не успею. Кассы тут закрываются уже в 5 часов по выходным и в 6 по будням. Но снаружи посмотреть нужно обязательно. Это что-то. Архитектурная жемчужина Баку – центр Гейдара Алиева. По мнению бакинцев, его формы, формы этого музея напоминают им либо роспись самого Гейдара Алиева, либо волны Каспия. Либо юбку Мерлин Монро, которую когда-то архитектор здания Заха Хадид увидела в кино. Помните, когда Мерлин стоит на решетке метрополитена? И от такого же ветра развивается юбка. Даже самый далекий от искусства человек хоть раз в жизни слышал слово «постмодернизм». Вот он, архитектурный постмодернизм. Один из новых символов столицы Азербайджана. Ох уж нагулялась я по городу, надышалась свежим воздухом. Погода ветренная. Но я-то не такая. Я всегда думаю наперед, что делать вечером. И специально в старом городе я приобрела себе туфли, в которых пойду вечером в ресторан. И, внимание, лайфхак. В Баку существует прокат или аренда ретроавтомобилей. Красивые старые Волги, Чайки. И можете, арендовав этот автомобиль, прокатиться на красивой машине по красивому городу. Привет! Привет! Ты шахмар? Это я. Привет. Берегись автомобиля. Совершенно верно. Или наоборот, добро пожаловать в автомобиль. Добро пожаловать. Скорее всего, его беречься не нужно. Все в порядке. Какая красота. Боже мой. Добро пожаловать на борту. Ну что, едем. Едем в ресторан. Ну или в кафе. Такое, что без пафоса. Что-то очень красивое и живописное. Шахмар, ну это похоже на какой-то back to the future. Какое-то обратно в будущее. Мы сами как бы являемся общественным любителем ретро-автомобилей. И для себя собрали у каждого по одной-две машины есть, которые были изначально собраны для себя, то есть из частной коллекции. Самый сложный вопрос в Баку – это стоимость транспортных услуг. Это я уже поняла по такси. Фиксированные тарифы и счетчик вы найдете только в фиолетовых английских кэбах. Все остальные назначают цены какими-то извилистыми путями. Вот с этой чисто восточной особенностью здесь придется считаться. На новом модном языке говорим, то есть по запросу, цены по запросу. Мы с шахмаром как следует покатались по вечернему Баку. Такая экскурсия, учитывая местные цены, ну, не совсем недоступная, а главное – душевное общение и отличный рассказ водителя о родном городе. Ну и за выбор места, где поужинать – отдельное шахмару спасибо. Кстати, в Баку любят есть с размахом, с семьями и большими компаниями друзей. Поэтому многие заведения отличаются внушительными размерами. Иногда действительно стоит отъехать от центра Баку, чтобы получить простое человеческое удовольствие. От еды и от воды. Это вода, это вода, это гранатовый соус Наршарап. Одноименный ресторан мы сегодня посещаем. Эй, я уже вовсе не выпила. Кстати, отъехать от центра имеет еще и особый меркантильный смысл. Здесь отличная кухня, а цены уже не туристические. Средний счет в районе 25-30 манатов. Если выбирать мясные блюда, это реально объесться. Ужин с оситриной, как у меня, конечно, подороже. Но на Каспии грех был бы не попробовать этой благородной рыбы. Как бы вы ни устали, непременно полюбуйтесь на ночной Баку, чтобы почувствовать себя как путешественники древности, которые с узумлением глядели на огни этого города. Его нынешняя иллюминация для современного человека не менее сильное впечатление. Здания в виде языков пламени хороши днем, но ночью это совершенно феерическое зрелище. Приезжайте в Баку и сами все посмотрите. Эта картинка у вас навсегда останется в памяти. Точно так же, как и радушия бакинцев. Красота старого города и вкус азербайджанской черешни. Это был один день в городе. Яркий, насыщенный, жаркий, вкусный и немного ветреный. Я Рита Митрофанова. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова